Не часто Васильев писал лесные виды, буреломы, сумрак таинственных непроходимых дебрей, которые всегда привлекали его учителя Ивана Шишкина. Раненые пейзажи с вольно плывущими над землей облаками волновали Васильева неизмеримо больше. Но если на его холстах и возникал лес, то ему нравилось передавать спокойную тишину невраждебного человеку пространства, так как он замечательно сумел это сделать в картине «Дорога в лесу». Уютно расположилась на отдых под раскидистыми деревьями живописная группа женщин с детьми. Они утомлены длинной дорогой и летним злоем. Деревья плодным шатром сомкнулись над ними, давая отрадную прохладу и тень. От этой простой, такой гармоничной и ясной картины исходят покой и тишина, разлитые в природе. Пейзаж явился результатом впечатлений художника от его поездки в имение Строгановых Хатень под Сумами, где Васильева поразили могучая красота деревьев и солнечных дубров, столь непохожих на хвойные и северные леса. На картине, как это обычно бывает, нет авторской подписи, но по ее нижнему краю Иван Крамской сделал надпись «Этюд Васильева. Свидетельствую Крамской». Такое удостоверение авторства потребовалось, когда художника уже не было в живых, а его картины и этюды пользовались невероятно большим успехом у любителей искусства. За подлинные работы Васильева нередко выдавались пейзажи, никакого отношения к нему не имевшие. Посмертная выставка художника, устроенная в Петербурге стараниями Крамсковой и открытая зимой 1874 года, привлекла к себе огромное внимание. Все картины оказались распроданными еще до ее открытия. Павел Третьяков, заинтересованный и настойчиво, приобретал свое собрание работы Васильева. В разные годы, сначала непосредственно у художника, а после его смерти от многих владельцев, он купил 18 живописных произведений пейзажиста. Возможно, надпись Крамского на картине делалась специально для Третьякова перед приобретением этого пейзажа в его галерее. Субтитры создавал DimaTorzok